Акция объединяет людей по всей России, а главное, она становится постоянной, привычной. По месту жительства люди определяются с проблемными участками на берегах рек и озер и как бы берут над ними шерства, а проще говоря, постоянно следят за их состоянием. Сюда, на берега канала имени Москвы, волонтеры выходят два-три раза в год и постоянно отслеживают, как меняется ситуация. В нашем случае структура отходов меняется. Их раньше было больше одного вида, скажем, стекла, сейчас может быть больше пластика. Конкретную ситуацию поймем, когда полностью все уберем и принесем сюда на эту точку пакеты с собранными отходами. Конечно, у нас есть местные жители, конечно, наверное, из-за сегодняшней погоды их будет меньше, чем мы ожидаем, но не будут. Место это вообще доступное и популярное. Даже в дождь на берегах немало рыбаков. Чего греха таить, они и приносят сюда то, что потом с таким трудом приходится собирать. Как оцениваете состояние берега? Вот чисто экологически? Не очень хорошо. До идеального состояния, понятно, не близко. И все-таки изменения к лучшему есть. Вы уже выходили на этот берег? Да, мы уже выходили на этот берег. Это было на других акциях. И сегодня проходит 7 октября акция не словом, а делом. А от СССР движения «Экосистема». Весной мы выходили, здесь было чисто. В другое время года тут бывают прямо свалки. То есть надо просто проверять территорию, контролировать, мне кажется. И водоканал оказывает активную помощь волонтерам. На отдаленные участки ребят доставляет специальная баржа-мусоросборщик МС-2. Там особенно много мусора оставляют любители дикого отдыха. Фронт работ на береговой линии более двух километров. При том, что мусор надо буквально выдирать из кустарника и мокрой травы. Убирать мусор по берегам, а практически поднимать его, да в такую погоду, дело совсем нелегкое. И если бы люди, которые оставляют здесь бутылки, банки, склянки, пакеты, знали, как трудно их доставать, наверное, они не стали бы это делать. Впрочем, это, по всей видимости, только благие пожелания. Берег, конечно, становится чище, есть с чем сравнивать. Но если только хоть одна экологическая акция не состоится из-за такой же плохой погоды, свалок прибавится. Ведь только сегодня было вывезено до 10 кубометров бытового мусора. Сергей Берзин, Максим Силаев, Первый, Мытищинский.